Владимир Макарович, власне, до вас столько нужных вопросов, интересно меня сейчас, власне, чи, может быть, среди наших гостей, кто хочет воспользоваться на год и спросить? Да, точно. Глава Донбасса. Пан Греков, может быть, у вас? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Потом Надяя Савченко. Сегодня в контактной группе есть люди, которые имели отношения, ну, жители Донбасса, да? У одного отец заслуженный житель, заслуженный врач Луганской Народной Республики, второй, там немножко люстрированный. Скажите, почему к переговорному процессу не принимают, не привлекают людей, которые в 14-м году взяли в руки оружие и пошли воевать? Ну, очень услышал, будь ласка, еще раз, скажите, вы, может, я не почув, прикладить, не прикладить, а голоснейшее скажите, я-то я не дочув. Я буду уже кричать. Почему к переговорному процессу не привлекают людей, которые в 14-м году пошли защищать Родину? Ну, я думаю, формально не запрошую. Формально. Тобто, они не есть членами украинской делегации. Делегация, сгадается, с 8-ми людей. А те, что мы консультуемся с усима, кто брал участие и сейчас берет участие на Донбассе, это безумовно. Я знаю, что много людей, с которыми мы встречаемся, которые там работали, работают. Они дают точную, очень нужную для нас информацию, и мы ее используем. Тобто, я хочу, чтобы вы знали, мы работаем с большой количеством людей. И еще раз, что формально, они в складе украинской делегации не находятся. А я хочу сказать, чтобы вы знали, когда еще Кравчук был головой организации, потом при вас, в составе с вами, когда еще летали в МИС, летали те люди, которые привели войну на Донбасс. И ни одного человека, который защищал Украину ни с Луганской, ни с Донецкой области, в Минском процессе нет. Леонид Бакарович, дозвольте, я продолжу. Леонид Бакарович, дозвольте, чему дійсно не залучают официально, формально до обговорень? Кого не залучают? Я не зрозумію. Чему не долучают до процесу обговорень людей? Формально и официально? Ну, как не залучают? Вони беремо участь, ну, не все публикуются, как мы. Мы, когда встречаемся на конфиденциальности, к сожалению, уже не понимают, о чем вы говорите. Вы же спросите, почему не привлекают представников местного сорядувания? Мы добиваются конфиденциальности. Да он же ж выживший из-за населения. Что говорить? Это задача не только Украины. Это требуется нашим протоколом, и этого требует наш модератор Пайни Хайді Грау, ОБСЄ. Мы не можем, ну, будем говорить, неконфиденциальный процесс, або процесс, который не является публичным, давать их на широкую аудиторию. Это вопрос внутренне. И решает не Украина. Вы не думаете, что им там не мистецым людям просто? Ну, не думаю, короче.